Здравствуйте, Аня, рад тебя видеть. Представься, ну, коротко расскажи людям, которые будут смотреть, кто ты, соответственно, и какой у тебя там опыт, какой бэкграунд. Анна Невская, телерадиоведущая, преподаватель по голосу, речи о публичном выступлении. Вкратце расскажу о себе. Я работаю в сфере более 15 лет. Это общественное телевидение России, ВГТРК, Россия 1, телеканал «Комсомольская правда», Русская служба новостей, Радио КП. Давай мы сразу начнем с интересного случая, который я тебе показывал, который мы с тобой обсуждали. Это Алена Владимирская. Я, наверное, начну эту историю совсем своей личной историей. Шел 2000 год, шел кризис. И в этот момент я оказалась на восьмом месяце беременности, одна. Да, которая меня поразила в самое сердце, потому что я человек публичный, но как бы такие вот обнаружились нюансы у нее с речью. И у меня к тебе вопрос такой. Были ли у тебя подобные клиенты и можно ли вообще с подобными проблемами дикции, речи, вообще можно ли с этим что-то сделать? Или это вообще никак не поддается редактированию? Слушай, конечно же можно сделать, но главное здесь желание. Желание человека что-то исправить. Да, Алена Владимировская интересная личность, интересный персонаж и прошла большой такой карьерный путь, поэтому заслуживает уважения. Но мы сегодня поговорим о ее голосовых и речевых характеристиках. Я себе немножечко сделала пометки по Алене. Да, что бросается в глаза? Это, конечно же, ее высокий голос. Высокий голос? Да, здравствуйте. Конечно, я прошла огромный путь, и сегодня я хочу вам рассказать об этом пути. Но сколько? Сколько людей будет тебя слушать? Да, некоторые скажут, что мы пришли, например, на человека и на тему, поэтому нам это очень важно. Но сколько человек она может привлечь еще? Долго высокий голос мы не прослушаем. Она, получается, что делает? Она направляет свое звучание в головной резонатор. Головной резонатор – это лобные наши пазухи. И это отвечает за наши эмоции. Когда мы возмущаемся, когда мы кричим или когда мы максимально зажаты. Вот что мы видим у нее? Мы видим максимальную зажатость. Мы видим максимальную зажатость тела. Из-за чего голос у нас наверху? Мы видим неправильное дыхание, потому что она дышит поверхностно, и на видео там отчетливо видно, как она добирает этот воздух. А как мы дышим, так мы и звучим. Все просто. Дышим мы поверхностно, и мы звучим соответствующе. Дышим мы диафрагмально, и мы дышим по-другому, звучит совершенно другой. Поэтому что ей нужно? Ей нужно понять, во-первых, на каком резонаторе она работает. Найти истинное свое природное звучание. А 90% людей в мире вообще не знают, где их истинное природное звучание. Ну потому что они так привыкли всю жизнь разговаривать. Их это устраивает. Все их понимают, ну зачем что-то менять. Вкратце расскажу для тех людей, кто хочет найти свое истинное природное звучание, как это сделать. У нас есть несколько резонаторов. Четыре основные резонатора. Это головной. У нас есть носовой резонатор, когда человек отправляет свое звучание в нос. При этом у него нет насморка. Здравствуйте, да, коллеги. Пожалуйста, заходите, проходите. Сейчас вы начнете в дашь совещание. У нас на повестке вот такие вопросы, которые вы распутали. И как мы обычно можем охарактеризовать такого человека. У нас есть ротовой резонатор. Это полость рта, зубы, твердое небо. Как раз ротовой резонатор отвечает за гибкость и за объем звучания. Вот я сейчас с тобой говорю на ротовом резонаторе. У нас есть грудной резонатор. Это бронхи, трахелия. Он уже отвечает за доверительную интонацию, за девочки любят им пользоваться, за сексуальные нотки в голосе. Это грудной резонатор. Но главный резонатор – это маска, соединение носового и ротового резонатора. Такая золотая середина вашего звучания. Как, например, найти ваше природное звучание, чтобы вы понимали, где ваш голос, тут, там, или здесь, где-то посередине. Ну, к примеру, представим, что у вас будет утром. Вставай, Алексей, вставай, просыпайся, у тебя интервью с Анной. Когда Алексей говорит, нет, я не хочу вставать, да, вот. Когда вибрируют губы, но часть звука у нас уходит в нос и получается, проще говоря, в рот. Вот такая золотая середина, потому что у нас есть соножные звуки, они все равно будут носовыми, но все остальные звуки должны выходить через рот, проще говоря. И вот эта золотая середина мама. Мама. Ага. Или, например, да, мы вместо да часто говорим как? Угу. Ты идешь, да, и сегодня туда-то. Угу. Вот. Угу. Мама. Центр вашего звучания. Почему главный резонатор – это маска? Потому что благодаря этому резонатору вы можете уходить наверх и опускаться вниз на грудной резонатор. Проще говоря, не сидеть на одной такой ноте, на одном звучании. Либо на головном резонаторе, и все свои выступления вы строите именно на таком звучании, что очень сложно воспринимается, и сколько мы, пять минут послушаем, а потом мы переключим либо канал, либо, не знаю, волну, и мы не будем слушать. Но головной резонатор, он очень классный, потому что это наши эмоции. Леш, ты представь, я ходила, не знаю, на концерты, была настолько удивлена тем, что увидела, вот он, головной резонатор. Либо мы, например, акцентируем важные вещи на головном резонаторе. Так, коллеги, коллеги, я прошу внимания. Вот он, головной резонатор. Первое, о чем я хочу сказать, второй момент, третий, о котором мы с вами будем говорить, вот он, головной резонатор. То есть мы привлекаем внимание, это наши эмоции, но умение владеть всеми резонаторами, вот это высший пилотаж. Когда вы в обмене выступления, начинаете на золотой середине, здравствуйте, да, здравствуйте, коллеги, и так я прошу, например, вашего внимания, я ушла на головной резонатор, в какой-то момент я ушла на грудной резонатор. И меня тогда, меня, любого человека, интереснее слушать. Ты когда начала про Владимирскую как бы рассказывать, первое, на что я обратил внимание, ты сказала, что человек очень зажат. Я так понимаю, что первый совет, это просто, ну, расслабиться. Расслабиться, оно не излишне расслабиться. Наша задача снять лишнее напряжение в нашем теле, потому что должны все понимать, всё идёт от нашего тела. Если тело зажатое, то звук будет зажатым. Если тело зажатое, то вы автоматически будете неправильно дышать. Это то, что делает как раз Алёна Владимирская. Она зажатая. Если вот я сейчас зажатая, я не могу по-другому с тобой разговаривать. Всё, я напряжена. Один малюсенький зажим тянет целый кучок зажимов. Зажим здесь, будет тянуть зажим вот здесь, вот здесь, и вот это вот всё, будет такая цепочка большая из зажимов. Поэтому классные упражнения, которые могут использовать вообще все перед выступлением, ну, и вообще в жизни, да. Как снять? Вы чувствуете? Албасит, албасит, как вот избавиться от этого. Через напряжение. Ну, зажмите вы себя сильно, например. А вы не умеете. Признаетесь в любви. Сильно-сильно подержите себя в напряжении. Подержали 15 секунд. Сбросили. Опять. Зажали, 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 сбросили. Кучу разных упражнений, но суть одна. Через напряжение прийти как раз к расслаблению. Я тебя понял. Вот у меня был следующий вопрос к тебе. Это по поводу, я просто часто слышу в общении там и от клиентов, и от знакомых, что людям нужно выступать, например, на какой-то большой конференции перед большой аудиторией. И человек перед выходом на сцену, где-то там стоя за кулисами, просто не может справиться с собой. Его просто разрывает это нервное напряжение. Может быть, еще какие-то ты советы можешь дать, как вот именно настроиться на выступление, если тебя прям колбасит, я не знаю, у тебя там коленки трясутся, подмышки потеют. Смотри, здесь мы уже говорим про страх. Про страх публичных выступлений. Когда у нас дрожат коленки, когда у нас начинает дрожать голос, когда нам кажется, что я сейчас задохнусь, и все, здесь все высыхает, и я не могу ничего сделать, потому что все трясется. Это физиологический страх. У нас несколько страхов психологических, когда мы боимся. А что про нас скажут? Молодец она или нет? Соответствует она или нет? Профессионал ли она своего дела или нет? Кто-то боится насмешек из зала. Это как раз про психологический такой аспект. А это, когда трясутся, все, руки дрожат. Это физиология, да, как она проявляется в нашем теле. Кто-то покрывается пятнами, выходит выступать, и все, вся шея, все, щеки, все красные. Что сделать? Есть несколько приемов. Один из них — это обесценить выступление. Кто-то скажет, в смысле, почему я два месяца пыхтел над своим текстом, а вы мне говорите о том, что нужно обесценить свое выступление. Суть здесь в том, что у каждого человека в жизни были какие-то ситуации, когда казалось, что ну все, ну конец, я не знаю как, что делать дальше. Кто-то лишался работы, у кого-то были бы серьезнее проблемы, но тем не менее он вышел из этой ситуации победителем. И если мы проведем параллель, например, предстоящие выступления, с тем, что вы уже прошли, то по своей важности выступление будет просто меркнуть с той ситуацией, с которой вы справились. Кому-то помогает такой способ. Кто-то любит обесценивать людей вокруг, но главное об этом не говорить. Вы все, а я здесь главный. Если устраивает, если помогает справиться с эмоциями, со страхом, такой способ, почему нет? Еще один прием – это концентрация на цели. Каждый, кто выступает, должен понимать, зачем он это делает, какого результата я хочу для своих слушателей, например. Какое сообщение я им хочу передать? Ведь это самое важное. Зачем мы общаемся? Для чего мы выступаем? Для того, чтобы мы понимаем, что мы хотим дать. Что я хочу дать, какое сообщение я хочу передать – это равно классный спикер. Потому что фокус внимания в этот момент меняется с себя. Ой, как я выгляжу? Что там у меня вообще там творится? меняется на людей. Потому что я думаю о том, что я хочу сделать для тебя хорошего, для каждого. Чтобы каждый что-то вынес, чтобы каждый ушел с какой-то информацией. И в этот момент я не думаю, как я выгляжу, что у меня там помада стерлась, не стерлась, волосы торчат или нет. Я лишь думаю о том, что я хочу передать, что я хочу сделать для каждого хорошего. И смещаем свой фокус внимания, тем самым, себя на людей. Еще один способ, который я обожаю, такой, наверное, личная моя находка, проверенная и на себе, это прием воспоминания. Потому что наше тело и наш голос, это всегда про безопасность. Наше тело помнит все. Наше тело помнит любую эмоцию. И иногда мы не понимаем, что происходит. Например, мы классно общаемся со своими друзьями, с коллегами, но как только мы начинаем выходить на большую аудиторию, на публику, что происходит. Что происходит. У меня был наглядный пример. Я ходила к сыну на утренник и видела, как мальчик отказывался читать стихотворение. Выходить. Выходить на сцену, читать стихотворение. И что делает воспитатель? Ну, заставлять, наверное. И подтянуло его за руку. Ну, конечно же. Что ж, наш Серёжень. Чтобы все увидели. Чтобы мама сняла, показала бабушкам, дедушкам, какой Серёженька у нас молодец, какой классный. Выучил стихотворение, вышел, рассказал. Но Серёженька в ужасе был. Он не хотел. Его за руку потянули. Пятый стих за четверть. Пятый стих за четверть? Да. Ну, вот так жизнь такая несправедливая. Что сделать? Я вижу литературу. Литература нужна в жизни. Он кое-как рассказал это стихотворение. Но тот страх, который был с ним в тот момент, останется с ним на всю жизнь. Он через час, ребёнок уже через час даже не вспомнит об этом. Он вырастет, будет классно общаться со всеми. Но как только он будет выходить выступать публично, Серёженькой будет что-то происходить. И он не будет понимать, почему он же только что так классно общался со своими друзьями, коллегами, что происходит в этот момент. А потому что тело помнит. Потому что мышцы помнят. Они на тот момент зажались, испытав страх публичного выступления. И они сохраняются. Но самые эмоциональные мышцы как раз шея, поясница. Всё. Всё дожмётся. И Серёженька потом придёт либо к психологу прорабатывать свои страхи и вспоминать, не знаю, там, какими-то способами своими, что происходит, почему он боится выступать публично. Ну, либо придёт, дай бог, чтобы он пришёл прокачивать свои страхи в ораторский мир, например, да. Ему подсказали, что делать, что происходит с телом. Так вот, там, на чём основан приём воспоминаний. Когда мы с тобой вспоминаем приятную ситуацию, например, в жизни. Тебе уже, например, 70 лет. Ты сидишь, смотришь на океан. У тебя лучший продакшн в мире. твои дети выросли, жена довольная. Что ты чувствуешь? Ты сидишь, налил себе вискарик, да, и сидишь, смотришь на океан. Что ты чувствуешь? Вспоминаем и ловим эти ощущения, что было. Интересное очень, сейчас я наблюдение от тебя услышал, это вот именно рассказ про ребёнка в детском саду. никогда я не думал об этом в таком ключе и мне всегда было интересно, почему правда такое большое количество людей боятся публичных выступлений, их прям реально очень много. Поскольку я сам публичных выступлений не боюсь, то я всегда задавался вопросом типа, ну, а ты вот сейчас как бы привела к примеру эту ситуацию? Я вдруг подумал, что действительно, у нас, наверное, процентов у 80 в детстве был такой замечательный травматический опыт, когда типа давай-давай, иди, иди-давай, читай, выступай. Мы не даём, понимаешь, мы не даём права выбора. Да, он не хотел, но как я бы поступила? Ну, объяснила, а решение принимал бы он сам. Я сказала, извинилась бы в этот момент, наверное, да, простите, но вот он не готов, он не хочет. Но большинство, большинство родителей, как они поступят? Ты учил стихотворение, давай, бегом, иди. Потом такие дети вырастают и боятся выступать публично. Потом такие дети вырастают и приходят к тебе заниматься. Приходят, да, да, и не понимают, почему это происходит. Ну, так вот, мы на твоём примере говорили о том, что мы ловили ощущения в теле, да, если мы говорим о неприятной ситуации, то что будет? Чаще всего это будет, конечно, зажиматься, это негативные эмоции, где-то вот здесь, вот, такой комочек собираться. Ещё был пример, был у меня клиент из Газпромбанка. Мы готовили к выступлению, я готовила его к выступлению, текст был прекрасен, но не было эмоций, не было жизни. И я начала задавать вопросы, какая была у человека детская мечта? Ну, он сказал, что у него была мечта голубой мирский тест. А я говорю, ну, хорошо, ладно, а теперь давай представим такую историю, что тому мальчику приходят и говорят, держи, это твоё, твоя мечта исполнилась, ты никому ничего не должен, это просто подарок. Что испытал тот парень? Какие эмоции? И он начинает делиться тем, что он испытал на тот момент. И мы ловили эти ощущения и переносили их в публичное выступление, в его текст, по сути, вкладывали эти эмоции. И если сравнить два варианта, просто разница небо и земля, потому что там появилась жизнь, там появились эмоции, а это самое главное. Зачем мы выступаем и делимся эмоциями? Это же энергия. Поэтому работа с телом такая основа основ, когда вы чувствуете, что происходит. Я очень часто ученикам говорю о том, чтобы они отслеживали, например, что они чувствуют, когда они в безопасности, когда они, например, читают детям книгу на ночь, когда сами читают книгу на ночь или смотрят кино, что происходит в их теле и что происходит с их голосом, когда они дома общаются. И что происходит с их телом и с их голосом, когда они выходят из этой зоны безопасности. Что? Зажимается ли они, куда у них голос, как на какой резонатор бежал? Что происходит? И они начинают улавливать эти моменты. тормозить тебя «Опа, я улетел!» И начинают опускаться на такую свою золотую серединку. Обесценивание, я сказала, прием концентрации на цели, воспоминание, прием. На самом деле очень много. Можно примерить роль вообще другого спикера. У каждого есть человек, которым вы восхищаетесь. Вот вам нравится, как он жестикулирует, как он донотит информацию, как он интонирует, какой у него голос. Вы восхищены, как бы сделал этот человек. Вот ваш текст. Как бы он это сделал? Как бы он достучался до людей? Как бы он преподнес эту информацию? У тебя вот, например, у самой есть ли до сих пор такой человек, на которого ты смотришь и думаешь, ах ты, какой ты крутой, я прям хотел бы как ты? Мне нравится Alan Pease. Alan Pease. Классный, свободный, классный стори-тейлинг, отличное взаимодействие с аудиторией. Вот она, свобода, свобода чувствуется всегда. Есть разница, когда я приду, скажу. Ребята, здравствуйте, я Анна Невская, преподаватель по голосу речи, по личным выступлениям, и на протяжении восьми занятий мы с вами будем прокачивать такие темы. Что вы мне сказали? В смысле, мы куда пришли? Мы сами, наверное, вот такие, да? И еще и к вам пришли, вы так преподносите информацию. Поэтому, конечно, все хотят видеть свободу, телесную свободу и голосовую свободу. Подключаем воображение, надеваем, проще говоря, костюмчик другого человека и пробуем донести всю эту мысль, информацию, текст. Разные образы. Иногда я говорю, давайте подключать какой-то образ известного комментатора, например. Вот кто-то, нет, нет. Хорошо. А теперь ты, известный комментатор. Как он бы рассказал эту историю? И все такие, все, кто сидел, поднимают голову, офигеть, как круто. Говорю, все, теперь ты запоминаешь твой образ по жизни, вот такой. Был сериал, помнишь, на Малой Бронной снимали как раз про не золотую молодежь, про прекрасную жизнь. И там был один персонаж, который выпивал рюмочку коньячку и вел себя. Может, лучше по старинке вино и женщины. Что ты не пьешь-то, ёккарный бабай? Совершенно потрясающе. Кстати, вот про рюмочку коньячку, раз уж ты сама к этому подвела. Есть известный миф о том, что если перед выступлением бахнуть коньячку, то голос сразу приобретет ту самую бархатистость и насыщенность. Вот скажи, как специалист. Не советую. Советую выпить после. Либо за классное выступление, либо за провальное выступление, но после. Потому что все-таки алкоголь сушит горло. И если выступление длительное по времени, то вас постоянно будет пересыхать. Что можно сделать, когда вы чувствуете, что у вас пересохло в горле, а воды рядом нет? Покусайте свой язык. Так. И что произойдет? Покусай. У тебя все пересохло в горле. Да, не обязательно это делать так, что да, там отритрия. Просто. Слушай, да, прикольно. Слюна идет, да. Выделяйте слюна, и это такая первая помощь твоему горлу увлажнить его, но потом, может быть, и воду принесут. Давай, поскольку у нас сейчас уже мы потихонечку будем заканчивать, два вопроса у нас с тобой остается. Вопрос номер один. Если есть какие-то там буквально простые, легкие, два-три упражнения, которые могут помогать готовить голос к выступлению или там к записи на видео, можешь ли ты поделиться? Что-то прям вот такое, знаешь, для абсолютно неискушенного пользователя. Ну, что мы делаем? Для начала снимаем напряжение. Как мы это делаем? Через такой скрип, да, штраба, самый низкий звук. Как его заполучить? Иногда лезет звук-паразит зевнуть, но сделать это с закрытым ртом. Помычать, например, «м-м-м-м-м-м-м-м». Сделай там раз деся� «м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м» Апазона раскрывается сила голоса, появляется глубина и объем звучания. Я периодически натыкаюсь на то, что люди разминаются скороговорками. Можно сделать, можно. Здесь уже про дикцию. Очень многие говорят вместо «хорошо» говорят, что «хорошо», 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 «хорошо». Что происходит? Нужно знать артикуляционный уклад каждого звука, чтобы понимать, что там вообще с языком происходит. Работать над главными органами артикуляции. Это язык, губы и нижняя челюсть. Что делать? Разминаю, покрутили, например, в одну сторону, в другую. Поцелуйчик, улыбочка. Звук пробки. Только при этом мышцы лица, остальные не напрягаются, чтобы не было. Только губы. Язык. Можно поколоть щеки. Только сделайте это качественно, прям до боли. Растянуть уздечку. Ваш язык прилипает к небу. Уздечку растягивайте. Почистили зубы. 10 оборотов сделали. Старайтесь доставать до самых задних зубов. Нижняя челюсть. Найдите место, где соединяется геркний сустав и нижний. Если откройте рот, будет ямко образовываться. 10 раз открыли. Нашли жевательные мышцы. Пальцами сверху вниз спустились. И уже почувствуете свободу. Но еще скорая помощь, которую мы можем оказать своему аппарату. Ручка, карандаш не всегда есть под рукой, а вот палец есть всегда. Зажимаем, зубаем. Произносим все, что угодно. Хотите скороговорку. Хотите просто все, что вас окружает. Хотите свой текст, который вы учите, с которым вы будете выходить, выступать публично. Все. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, например. Только делайте это так, чтобы все было четко. Не просто. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня тут Тарна Минская. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я тебя понял. Так, ну что же. Тогда в конце давай, значит, так. Всех самостоятельных людей, которые наше с тобой небольшое интервью посмотрят. И решат, что они сами все могут, благослови на публичные, яркие, ослепительные выступления. Благословляй. Друзья, занимайтесь, и у вас все получится. Верьте в себя, чувствуйте свое тело. Чувствуйте, что происходит с вашим голосом. И получайте удовольствие от любого публичного выступления. А если есть какие-то вопросы, я всегда готова вам помочь. Вот, замечательно. А те, друзья, кто в свою самостоятельность не верит, или кто знает, что лучше работать со специалистом, пожалуйста, к Анне Невской на консультации. На консультации и на занятия. Спасибо тебе огромное. Замечательно за интервью и за то, что уделила время. Интересно, есть прикольные моменты всякие разные. Спасибо за то, что поделилась небольшими упражнениями. Я надеюсь, ребята, я очень сильно надеюсь, что, посмотрев это маленькое интервью, вы перестанете бояться публичных выступлений. И вокруг нас, вокруг нас, просто мне достаточно много приходится бывать на всяких конференциях и прочем, и слушать людей, слушать людей, которые выступают. Я поэтому очень хочу, чтобы вокруг нас с тобой появилось гораздо больше интересных, ярких спикеров, которые умеют говорить эмоционально, умеют говорить интересно. Поэтому, дорогие мои, давайте, кто может сам, учитесь сами, кто не может, идите к Анне Невской.